Веткорпус зоопарка сейчас больше похож на пункты временного содержания подкинутых животных. Практически каждый день сюда приносят кого-то, кому, по мнению людей, нужна помощь. Один из последних аистенок, предположительно, выпавший из гнезда. Точно рассказать о его судьбе не смогли. Факт в том, что теперь он останется жить в зоопарке. Самостоятельно есть пока не умеет, но все рыбные угощения с удовольствием принимает от сотрудников. Вынуждены теперь расти и жить в зоопарке косули. Брат и сестра, их назвали Соник и Вита, попали сюда по очень нелепому стечению обстоятельств. Неравнодушные люди нашли малышей в поле. Чаще всего мама где-то рядом, она просто отлучилась покушать, и уже когда видит человека, то, конечно, она не подойдет. Самое лучшее, что можно сделать в этот момент, отойти подальше, как можно в сторону. Если хотите, можно постоять, убедиться. Но иногда можно и полдня простоять для того, чтобы убедиться. Им приблизительно две недели. Они даже еще не умеют самостоятельно есть. На днях к ним в компанию присоединился еще один детеныш-косули. Он чуть постарше, уже умеет есть из миски. Судьба у бантика, так его назвали, почти такая же, как и у первых. Все трое в дикой природе жить уже не смогут. Если Соник и бантик слегка пугливые, то Вита быстро адаптировалась к людям любопытно и ласково. Как с такой доверчивостью выжить в диких лесах? Никогда не вернутся в естественную среду обитания и лисята. Только в отличие от косуль, им действительно нужна была помощь. Мама троих малышей погибла под колесами машины. Они еще были слишком маленькие, чтобы выжить самостоятельно. Теперь все они вместе живут в вольере веткорпуса. Наши косули кушают каждые 3-4 часа. Съедают они около 100 миллилитров молока. И уже начали некоторые пробовать листики, сено. Но с миски пока не пьют, поэтому пока мы кормим их с бутылочки. Лисята наши кушают уже три раза в день. Они научились кушать самостоятельно. В их рацион входит сейчас козье молоко, перепеленные яйца, фарш говядины и курятины. Поскольку все они слишком маленькие, питание должно быть вовремя, часто и даже ночью. К заботе о новых постояльцах присоединилась даже охрана. Однако такими вопросами занимается не зоопарк, а комитет природных ресурсов и охрана окружающей среды. Прежде чем забирать животных с собой, необходимо с помощью специалистов убериться, что это целесообразно. Они же решат их дальнейшую судьбу. Комиссия может принять одно из следующих решений и составить акт о отлове дикого животного, а также дальнейшей его передаче физическим лицам, индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам. Также комиссией может быть принято решение о добыче дикого животного. Дикое животное может быть добыто в случае, если ему нанесена несовместимая с жизнью травма. А также, если данный вид животного угрожает здоровью и жизнью. Также в Комитете природных ресурсов напоминают, что самовольное изъятие животных из дикой природы влечет за собой административную ответственность. Все-таки такие решения должны принимать специалисты. Оставить всех животных, которых выходили в зоопарки, невозможно. Есть правила размещения, в которых установлена необходимая площадь вольеров, да и опять же стоимость их содержания. К примеру, столько лиц в зоопарке уже не надо, а вот пару косуль могут остаться. Всем остальным придется найти новый дом. При этом в зоопарке рождаются детеныши и у своих обитателей. К примеру, на днях у пары дагестанских туров появился на свет малыш. Это уже третий их ребенок. Родители пока его прячут, а вот гордость и местная звезда львенок Джина рада новым знакомствам. Она живет по соседству с родителями, совсем не против поиграть с детьми. Все-таки долгое общение с людьми сказалось на ее поведении и любви к коммуникации. Яна Мельниченко, Виталий Рубанов, Новости Гродно+.